Привет, мобильные геймеры! Уже здесь нет, потому что мы их уже вынули. Полноразмерные, полуоткрытые или какие-то... Ты вторую сценарий считай, а не первый. Мы по второму работаем. Полноразмерные, полуоткрытые наушники. Микрофон в наличии. Подсветка для приличия. Парящее крыло внутри. Работает все по USB. А вы, батенька, рифмоплет. Хуеплет. Ну и давайте подробно по порядку. Дизайн вы можете наблюдать на своих экранах. Четкий, резкий, как пуля, дерзкий. Первое, что бросается в глаза, ну мне по крайней мере, это не круглые амбушюры с подсветкой. Да-да, эти уши светятся. Они же игровые. Второе, во что прямо-таки въелся мой взор, это оголовье. В отличие от прошлой, 570-й версии, ничего, что я по другую модель говорю, сюда запиндюрили вот такие штукенцы. Называется все это чудо техники парящее крыло. О том, как все эти дизайнерские штучки-дрючки работают на практике, мы поговорим потом. Дальше! А дальше, собственно, все. Что в жизни есть у меня. Поэтому самое время поговорить о шнуре. Ой, какие тебе, сын, их есть у меня. И я пьеру любого заваления. Не об этом шнуре, а другом. Шнура вам хватит за глаза и уши. Два метра крепкого плетеного кавеля с USB разъемом на конце. На расстоянии полуметра от раковины. Какую еще нахер раковина? Левый, блин! А как еще эту билибердятину назвать? Раковина, я имею ввиду, сама вот эта ебучка. Ухо! Одно ухо! Ухо! Ухо такое! Ухо! Так вот! На расстоянии 50 сантиметров от раковины расположился пульт управления. Там можно изменить уровень громкости, а также сделать вкл-выкл подсветки и микрофон. Тут еще микрофон есть. Да, и сейчас мы про него расскажем. Микрофон, гусиная шея, поп-фильтр или просто плевалка. Можно вытокнуть из ушей. Все. Мем-директор. Что за директор? А! Та-та-та! Да шучу я! Чего вы сразу? Айда по характеристикам. Непередаваемые аудио-очучения вам подарят 50-миллиметровые драйвера с частотным диапазоном от 20 Гц до 20 кГц. Кстати, это очень даже неплохо. Чувствительность 105 дБ. Сопротивление 16 Ом. 16 Ом долбить будут нормально. Та-а! Но все это полная фигня по сравнению с главной особенностью данного девайса. Самые наблюдательные уже заметили, что коннектятся эти ушки через USB интерфейс. А что это означает? Что на эти уши можно закачать любимые треки *** Штерна? Ты че, блядь, прикалываешься? Да. Короче, это означает, что внутри находятся АЦП и ЦАП. Че за это АЦП? Игорь! Просвети! Игорь у нас эксперт. Дай мне Игоря. Привет. Я Игорь. Аналого-цифровой преобразователь. Или сокращенно АЦП. Устройство, способное преобразовать аналоговый сигнал. Например, напряжение от микрофона. В двоичный код, понятный компьютерной техники. Цифро-аналоговый преобразователь или ЦАП. ЦАП работает аналогично, но с обратным эффектом. Данное устройство является неотъемлемой частью аудиоинтерфейсов или звуковых карт. Огромное спасибо, Игорь. Объясняю на пальцах. Если ваши ушки втыкаются в комп через вот такое... Это говорит о том, что весь звуковой тракт будет обрабатываться внутренней звуковой картой, которая находится внутри материнской платы компьютера. Догадайтесь с трех раз, насколько это качественная хрень? G575 втыкиваются в компьютер по USB, а это значит, что звуковая карта есть в самих ушах. Звучит как что-то крутое. Так оно и есть крутое. Самое главное лично для меня это отсутствие задержки. Но это когда ты говоришь и слышишь себя в ушах. И слышишь сразу, а не через полсекунды. Правда, для этого пришлось ставить специально обученную прогу, что есть на сайте девайса. Также наличие звуковой карты дает наушникам так называемый 7,1 канальный эффект. Канальный, канальный эффект. На практике это когда ты слышишь противника и не просто знаешь, где он. Правильнее или левильнее от тебя. Саня, ну зачем ты так? Как? Ну вот так, правильнее или левильнее. Ой, только не говори мне, что ты, блин, один из этих лингво-душнил. Я нет, но сейчас все эти душнил избегутся тебя поправлять. Ой, да и тяхать на них. Мень филолог, мень вообще похуй ее. Продолжим. Короче, в этих ушах я могу не просто сказать справа противник или слева, а прям указать его местоположение с точностью до часа. Проверил лично на нескольких играх, особенно в Таркове. Иии, всем привет! Меня зовут Супер Пупер Мега Гай, и мы находимся недалеко от города Тарков. Да! Тарков это отличное место для того, чтобы немножко отдохнуть и при этом сломать пулю. И вот так вот плавненько мы переместились к микрофону. И скажу так, это не самая сильная сторона данных наушников. Но для болтовни в игрульках более чем так же. Есть функция шумоподавления, и мы ее сейчас проверим. Как? Тебе понравится. Ну-ка подсюда. Так. Наушнички сейчас. Раз, два, три. Сижу за решеткой. Темница сырой. Вскормленный в неволе. Орел молодой. Мой грустный товарищ. Махая крылом. Кровавую пищу клюет под окном. Ну и что же у нас в итоге. Наушники Блади Г575 это очень интересный экземпляр. Полностью сделаны из пластика, они имеют сравнительно небольшой вес. Пластик, кстати, качественный. Уши вообще собраны аккуратно. Когда держишь их в руках, нет ощущений дешевизны. Ну, по крайней мере, у меня, обладатели ушей, за 18, сука, косариков. Подсветка не мешает игровому процессу. Она вообще может мешать кому угодно, но только не вам. Система парящее крыло удобно держит устройство на башке. Заявляю, как обладатель большой черепушки. Серьезно, мне найти шапку по размеру, это тот еще геморрой. После пятичасовой сессии черепушка не трещит. Мягкая ткань амбушюров идеально обволакивает бубен. Я бубен, мне очень удобно в этих ушах. Отдельно для меня, возможность слушать самого себя в ушах, это однозначный плюс. Хотя многим такое может быть непривычно, потому что, ну, вы когда-нибудь пробовали свой собственный голос слышать? Ужасен! Да, вот именно такая реакция. Но это дело привычки. При этом, ты вообще не слышишь, что там во всем этом остальном мире творится. Шумоподавление? Огонь! Вон фликер даже мою дудку не услышал, да, фликер? Чё? Что касается бытовых задач. Ну, если в целом вы не заядлый меломан, то музычку послухать и кинчик зазырить в них вполне даже можно. Кровь из ушей не потечет. А если все-таки меломан? То какого хрена ты игровую гарнитуру за пять кусков рассматриваешь? Идиот это кусок! Из минусов. Качество микрофона. Ну, расширьте вы частотку. Ну, хотя бы на немножко. Звук просто, ну, качество фитюльки, блин, за 500 рублей. Ну, опять же, в игрушки играть пойдет. Ну, а сейчас уж будет совсем за уши притянутый минус. Готовы? Встроенная звуковая карта! Чего, блядь? Дело в том, что если у вас к компьютеру подключены колонки, или как, например, у меня внешняя звуковуха, то вам придется программно каждый раз переключаться между наушниками и, соответственно, тем девайсом, который у вас. Но это как бы дело двух кликов. В некоторых прогах вообще можно выставить устройство вывода, независимо от того, что по умолчанию использует ваша винда. Итак, музыку, которую вы слышите, играется из колонок. В это же время в наушниках творится совершенно другая фигня. Как видите, весь звук компуктера обрабатывает компьютер, да, а конкретно вот эта программа использует звуковую карту самих наушников. Поэтому в ушах одно, а на компуктере другое. Собственно, вот и все, чем я могу поделиться от использования данной гарнитуры. Надеюсь, вам эта информация была полезна. Покупать ее или нет, тут уж решайте сами. Если у вас есть деньги на эту гарнитуру, значит вы уже взрослые мальчики и девочки. А я за этот девайс все сказал. С вами был Саня. До новых! До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok